Доброе утро! В эфире новости культуры. О новой Джульетте музыкального театра и фильме-концерте легендарных Куинн расскажу в нашей сегодняшней программе. Зданию Большого театра 190 лет. Архитектором его стал Осип Баве. Он занимался восстановлением Москвы после 1812 года. Тогда город приобретал новый имперский облик. Центр освобождали от лишних сооружений и торговых рядов. Для воплощения замысла архитекторов предполагалось много свободного пространства. Так, на Петровской площади, теперь на Театральной. Согласно генеральному плану застройки города появилось монументальное строение – Большой театр. Имперский, красивый, пышный, ампирный город. У нас главное административное здание, и то, что с госустройством ассоциируется, это Кремль, а с культурой у нас должен был ассоциироваться Большой театр. Здание очень строгое, правильное, прямое. Однако в здании в 1853 году произошел пожар. Восстановлением архитектурного сооружения занимался Альберт Кавос. Площадь здания и планировка сохранились, однако облик немного изменился. Взамен скульптуры Аполлона над входным портиком поставили бронзовую квадригу работы Петра Клотта. Она стала своеобразным символом Большого театра. Памятник архитектуры поражал зрителей красотой, а на сцене зажигались звезды балета и оперы. Федор Шаляпин, Галина Вишневская, Анна Павлова, Галина Уланова, Елена Образцова эти имена вписаны в мировую историю искусства. Для многих артистов театр был не просто домом, а местом, где чтят традиции и воспевают красоту. Это действительно был храм. Когда входишь в Большой театр, то есть пройти в шапки даже по пустой сцене Большого театра было величайшее. Не важно, это было кощунство. На наших глазах было творчество великих мастеров, понимаешь, что важно. Это, собственно, и формировало понимание и отношение к делу. Традиции русского балета и частичка Большого театра присутствуют и на Кубани. Выдающийся балетмейстер Юрий Григорович и заслуженные артисты России Олег Рачковский и Александр Лавренюк в прошлом солисты Большого теперь знакомят краснодарских зрителей с великим искусством. И в продолжении темы. Шекспировские страсти зазвучат по-новому. В блистательном балете Прокофьева, Ромео и Джульетта в постановке Юрия Григоровича впервые партии Джульетты и Тибальта исполнят молодые талантливые артисты Краснодарского музыкального театра Яна Цупко и Евгений Ланцута. Для Яны это первая серьезная работа, а Евгения искушенный зритель знает по спектаклям «Спартак» и «Лебединое озеро». В «Спартаке» он исполнил партию графа, а в «Лебедином озере» – злого гения. Ценители высокого искусства бесспорно получат огромное удовольствие, ведь стиль Юрия Григоровича неизменно отличают глубина, выразительность и всегда свежий режиссерский взгляд на произведение. Оценить всю мощь и красоту постановки зритель сможет уже в это воскресенье. Их руками создавалось то, что позже назовут «Золотым веком» искусство Кубани. 120 работ известных художников края можно увидеть в Краснодарском художественном музее имени Коваленко. Там открылась выставка, посвященная столетию со дня их рождения. Ее авторы принадлежат к поколению, прошедшему суровые годы Великой Отечественной войны. Но несмотря на тяжелые испытания, они сумели сохранить жизнелюбие, поэтому в их картинах, в портретах, пейзажах и натюрмортах столько силы, искренности и восхищения. Вся калейдоскопичность жизни отражена на полотнах. Художники все прошли войну, были очень жизнелюбивы, очень любили жизнь, любили созидать, творили. В основном это и состоялись после войны, в 70-е, 80-е годы. Они участвовали на выставках, от краевых выставок до международных выставок. Это было непросто туда попасть, потому что страна большая, художников много, все-таки Москва, Петербург, Ленинград, это сильные школы. Но тем не менее, наши художники, послужной список достаточно у всех очень серьезный. Представленная экспозиция полотен принадлежит Александру Новиченко. Коллекционер более 20 лет собирает работы талантливых земляков. Кстати, у Новиченко более тысячи живописных и графических работ художников Кубани. Прикоснуться к той эпохе и увидеть произведения кубанских мастеров можно будет до 8 февраля. Фильм о легендарной рок-группе Queen смогут увидеть зрители Краснодарского края. С 22 января в кинотеатрах Кубани пройдут показы нашумевшего фильма-концерта 1981 года Queen Rock Montreal. Именно он признан одним из лучших живых выступлений группы. Чтобы оценить всю грандиозность этого концерта, оригинальные материалы были оцифрованы в формате с объемным звуком. В этом выступлении поклонники Фредди Меркури услышат свои любимые хиты «We will rock you», «We are the champions» и «Богемскую рапсодию». Фильм-концерт Queen Rock Montreal в новом формате уже увидели зрители США, Великобритании, Бразилии, Австралии, Японии и еще 14 стран мира. Теперь очередь дошла и до России. Кстати, это не первый фильм о рок-музыкантах. Пять лет назад на экраны вышел фильм-концерт ирландской группы U2, а семь лет назад – Rolling Stones. Великая классика зазвучит сегодня в Олимпийской столице. На сцене органного зала оживут произведения мировых гениев музыки – Шопена, Верди, Штрауса и Свиридова. Все это в рамках цикла концертов «Игры вокруг рояля», которые уже успели полюбиться сочинской публике. В этот раз зрители обещают закружить в вальсе на настоящем историческом балу. Не случайно программа концерта носит название «Приглашение к танцу». Править балом будут солисты сочинской филармонии. Валерия Афиногенова, Сурен Вартанян и Ольга Корсакова. Гостей ждут в 7 часов вечера. Такими были новости культуры. Удачи вам и хорошего дня! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok